И всем привет, друзья! Меня зовут Лайтер, и добро пожаловать во вселенную Роблокс! Сегодня, друзья, мы вместе с вами будем играть на выживание. Эта карта называется Игра в Кальмара, и прямо сейчас она начнется. Смотрите-ка, кто-то здесь уже, по-моему, умер. Парень, тебе плохо? По-моему, он не разговаривает. Смотрите, я вам сейчас все объясню. Здесь все очень просто. У нас здесь есть куча игроков, посмотрите, сколько их много. И наша задача сыграть в 6 мини-игр. А каждая мини-игра имеет свои сложности, и на каждой мини-игре мы можем умереть. Соответственно, кто выживет и кто пройдет дальше всех, получит главный приз, который висит вот здесь. Вот тут вот у нас будут деньги. Пока что у нас тут 0 долларов, но с каждой пройденной мини-игрой это количество долларов будет увеличиваться. Что ж, давайте скорее побежим к самой нашей первой игре. Ребятки уже бегут. Здесь стоят вот такие злобные автоматчики, которые следят за тем, чтобы все правила игры соблюдались. Так, 16 секунд остается, но я вроде как успеваю. И у нас сейчас будет самая первая мини-игра. Я думаю, что если вы смотрели мои предыдущие ролики, может быть вы смотрели сериал, который называется «Игра в кальмара», вы знаете, что первая мини-игра у нас будет заключаться в том, что у нас сейчас будет огромнейшее песчаное поле. Вот оно, посмотрите. И наша задача будет на зеленый свет идти, то есть вот так вот ножками, а на красный свет стоять. Соответственно, если мы на красный свет хотя бы чуть-чуть двинемся, мы сразу же будем уничтожены. Ой, честно говоря, не знаю, получится ли мне это пройти или нет, но я вроде как ни разу еще не проигрывал вот именно в первой мини-игре. Поэтому, наверное, ну в любом случае я буду стараться изо всех сил. Так, я буду бежать, наверное, с краю. Зеленый свет, бежим скорее. Так, красного света еще нет. Красный свет. Черт. Так, смотрите-ка, вроде бы все нормально. Сейчас ждем зеленый, опять зеленый, бежим. Сейчас будет красный. Останавливаемся, успел. Но посмотрите, кто-то умирает, ё-моё. Ё-моё. Так, не, ну у меня вроде бы получается. Смотрите, я вроде бы все вовремя делаю. Так. Смотрим на других игроков. Зеленый свет, отлично. Так. Блин, на самом деле, я даже не знаю, ну кто-то умирает, я нет. Вроде бы получается это пройти зеленый свет. Успел, успел, отлично, все, мы первую мини-игру прошли. Теперь давайте понаблюдаем за остальными, как они это будут проходить. Осталось еще, ну я так думаю, игроков 15. И я думаю, не каждый из них пройдет. Посмотрите, сколько трупов на поле. То есть какие-то игроки не справились. Ну и в принципе, я бы не сказал, что это сложная мини-игра. Но все равно какой-то отбор здесь есть. То есть кто-то проигрывает. Да, интересно. Так, давайте понаблюдаем. Смотрите-ка. Осталось всего 5 человек. Теперь... Ты чего? Чуть-чуть не допрыгнул. Ё-моё, дружище, как же ты так неаккуратно. Ё-моё. Так, осталось сколько тут у нас? 3 человека. Но они дойдут. В принципе, они сейчас пройдут. И у нас, друзья, сейчас будет вторая мини-игра, которую нам тоже нужно будет пройти. Я вот только не помню, что за игра там будет. Либо там нужно будет вырезать печеньку. Либо там нужно будет идти по фигурке. Ну, мы сейчас в любом случае это с вами узнаем. Так, все? Все закончили? Этот парень вообще выпрыгнул. Ну, вот зачем он так сделал? Естественный отбор. Так, сколько игроков осталось? 24 игрока, друзья. Посмотрите на табло. То есть до этого было 48 игроков, а сейчас 24. То есть ровно в два раза сократилась численность участников этой игры. Смотрите, кстати говоря, тут показываются, какие игроки выбыли из игры. Где тут я, интересно? Так, вот я под цифрой 175. Я живой, со мной все нормально. И меня это, конечно же, радует. Так, одна секунда, и ворота открываются. Бежим скорее на следующую мини-игру. Если там будет игра по вырезанию печеньки, ну, я бы не сказал, что это она сложная. Вот, я думаю, что я справлюсь. Так, потихонечку пробегаем. Вот сюда вот. Но, честно скажу, друзья, в прошлый раз, когда я играл, игроков было гораздо меньше. Сейчас игроков просто дофига. Это какая-то, знаете, огромная конкуренция. И мне интересно, дойду ли я вообще до последней игры. Да, да-да-да, это будет вырезание печеньки. Я все понял. Мы находимся сейчас на детской площадке. А может быть, кстати, можно сюда забраться? Ну-ка, давайте попробуем. Блин, не, нельзя слишком высоко. Или подождите. Так, стоп. Не, наверное, нельзя. Блин, не получается. Эй, кто меня схватил? Меня схватил какой-то джентльмен в красном костюме. И сейчас он заставит меня вырезать печеньку. Если эту печеньку я вырежу неправильно, он меня застрелит. Ну, и, собственно, такие же правила для других игроков. Все сейчас будут это делать. Пока что все живы. Нам сейчас объясняют правила. Все, мы садимся на песок. Вот у меня в руке печенька. И мне дают задание. Какую фигуру вырезать? Блин, это же сложная фигура, ё-моё. Ну, давайте, хорошо, я буду пробовать. Надеюсь, у меня рука не дрогнет. Смотрите. Вроде бы получается. Так, отлично. Вырезаем очень аккуратно. Если рука... Так, я чуть это... Чуть не накосячил. Если рука дернется, то это будет капец. Меня тут же застрелят. Так, кого-то уже застрелили. Я там по звуку слышу, что кто-то уже получил. Ай-яй-яй-яй. Ну, вроде бы ровно у меня идет. Если... Ай, так, аккуратно. Так, ну, смотрите. Я уже больше половины вырезал. Все нормально. Все четко. Не такие же у меня и кривые руки. Как я думал. Все-таки печеньку вырезать я могу. Ну, блин, время заканчивает. Я ошибся. Серьезно? Нет, нет, не надо. Пожалуйста. Что случилось? Я убежал от него? Я не знаю, что произошло. Я не понимаю, я от него убежал или что? Такое ощущение было, что я зашел за границу и неправильно вы... Короче, у меня не получилось. Но, по-моему, я от него просто убежал. Или он, может, меня сейчас догонит? Ё-моё. Ну, вы сами все прекрасно видели. Но меня вроде бы не убили. Смотрите, сколько игроков погибло. Вот этот пацанчик лежит. Вот этот. Вот эта девочка лежит. То есть реально много людей погибло. А я остался жив. Ну, вы сами все видели. Я даже до конца эту печеньку не довырезал. Меня отпустили. Или, может, я убежал. Не знаю, как это назвать. Может быть, везение. Может быть, что-то еще. Но я выжил. Итак, у нас остается... Кстати, смотрите. Банк 770 долларов. Это уже хорошо. 13 игроков у нас остается. Было, напомню, 28. А нет, 24 было. Ну, то есть как бы прилично так численность населения сократилась. И заметьте, с каждой игрой народу становится все меньше и меньше. Это просто что-то с чем-то. И, кстати, посмотрите, какие здесь реалистичные кровати. Я играл еще в другой режим. Вот в этих играх в кальмара. Там кровати были какие-то... Ну, я не знаю, не очень. А здесь прям очень красиво все сделали. Блин, ну, молодцы, на самом деле. Мне очень нравится дизайн этой карты. Еще вот этот купол такой золотой, красивый, прозрачный. Кстати, смотрите. Там прям реально деньги лежат. Смотрите. Фига себе. То есть не просто цифра нарисована, а реально денежки. Круто. Так, надо не отставать от всех, потому что сейчас ворота открываются, и у нас будет третья игра. Если я не ошибаюсь, третья игра у нас будет перетягивание каната. Задача будет заключаться в том, чтобы одну... То есть игроки делятся на две команды, и нужно сделать так, чтобы одна команда перетянула другую. Вот. Ну, как-то так. Ну, в принципе, там ничего сложного. Я буду, конечно, стараться изо всех сил. Единственная проблема... Да-да-да. Единственная проблема заключается в том, что мы здесь играем командой. То есть какой-то, может, человек не будет, знаете, положит там телефон, отойдет куда-то и не будет стараться, то мы, конечно, проиграем. Вот у нас две команды. Значит, вот это. А я в какой? А я вот в этой. Так, и нужно на максимум. Блин. Слабо потянул. Выбить ползунок. Ну, у меня вообще всегда хорошо получалось. Так. Блин, шестерочку выбил. Давайте попробуем самую максимальную. Ну, пятерочку. Блин, по-моему, нас стаскивают вниз. Блин, ну, вроде стараюсь. Вроде реакция. Это хорошее у меня. Выше нормы выбил. Ё-моё. Чё, серьёзно? Нас сейчас тянут вниз? Серьёзно? Так быстро и просто нас тянули вниз? Да я, блин, старался изо всех сил. Ё-моё, друзья, вы сами всё прекрасно видели. Меня просто затянули вниз. А как возродиться-то? Блин. Ты хочешь потратить 400 робоксов для того, чтобы возродиться? Да нет, блин, это дорого. И у меня нет пока столько робоксов. Блин. Придётся наблюдать за другими игроками. Не, наверное, наверное, всё. Ну, какое место я занял? Ну, точно не топ-3. Конечно, вышло поменьше. Ну, ничего страшного, ничего страшного. В принципе, там я реально играл команды. Если бы я играл один на один, я бы, наверное, переиграл оппонентов и выиграл бы. Вот. А у меня что-то не получилось. Может быть, ещё одну игру попробуем сыграть? Да давайте попробуем. Может, получится. Давайте с нуля начнём. Сейчас, кстати, будет гораздо больше человек и игра станет гораздо интереснее. Смотрите, народ наползает. И попробуем снова. Возможно, получится победить. Просто я засомневался, знаете, вот в этих канатах. То есть я вроде как старался на максимум. А другие игроки... Ну, что там могло пойти не так? Ну, серьёзно. Ну, вот что? Не знаю. Ладно. Так. Сейчас будем смотреть. Первую игру мы с вами уже знаем, что там надо делать. Вторую тоже. Третью тоже. Поэтому проблем никаких не возникнет. 76 игроков всего, 75. Это уже больше, чем было изначально. Тогда мы начинали, когда игроков было 48. А сейчас их стало ещё больше. Кстати, смотрите, здесь ещё есть вот такая вот комната. Я заметил. Давайте посмотрим, что тут такое. Какой-то коридор. Такой, знаете, классный розовый. О, какой... Посмотрите, какая плитка непонятная. Каменная такая. Классно выглядит. А, это у нас туалет просто. Понятно. А что, тут можно что-то делать, как думаете? Не, походу, ничего нельзя делать. Просто туалеты здесь стоят. Ну... И, видимо, нет подразделения на женский и мужской. Ну, ладно. Нам, в принципе, это пока что не нужно. Давайте скорее бежать назад, потому что игра уже сейчас начнётся. Ворота там открылись. И мне срочно нужно успеть на её начало. Вот другие игроки тоже уже побежали. Кто-то тут тоже стоит, что-то думает, сопли жуёт. А мы сопли жевать не будем. Мы сразу побежим, куда нужно. А что все так медленно бегают? Давайте быстрее. Кто последний, тот вы сами знаете кто. Ну, я вроде уже далеко не последний, хотя был в туалете. А сейчас уже здесь. Всё. Так, сейчас будет самая первая игра. И я почему-то уверен, что больше половины сейчас погибнет в самой первой игре. Я не знаю, вот как у них так с реакцией, что они погибают. Вроде как игра несложная. Вот. Но иногда, кстати, вот эта королева, помните, которая там стояла? Сейчас покажу её. Она обманывает. Она может два раза сказать красный свет. То есть она говорит зелёный, красный, зелёный, красный, зелёный, красный, красный. И вот на вот этот красный все стартуют и погибает очень много народу. То есть за этим тоже нужно, конечно, следить. Вон она там, эта королева стоит и её подчинённые. Так, всё, рассказывают правила игры. Я буду бежать по стеночке с краю, чтобы мне никто не мешал. То есть я ответственно подхожу к заданию, так скажем. Кто тут ещё у нас бегает? Вау, сколько народу. Блин, непривычно видеть столько человек. Так, сейчас надо объяснять правила, и игра начнётся. Всё, зелёный свет. Бежим. Красный свет. Блин, главное на первом испытании не умереть. Так. Я уже слышу много выстрелов. Капец, сколько людей умирает. А, они не понимают, они бегают. Я понял. Так, красный, стоим. Кто ещё? Вроде бы все живы. Блин, на реакцию на самом деле игра. А я первый бегу, да? Красный свет. Нет, я не первый. Смотрите, там есть кто быстрее добежит. Ну ладно, это не так важно. Главное вообще добежать. Сейчас. Зелёный. Блин, успел. Ё-моё, я думал, сейчас будет красный. Я не успею, поэтому я остановился. Но вроде всё нормально. Так, смотрите, сколько всего игроков полегло. Офигаси, это что у него на спине? Что это такое у него? Ё-моё, нифигаси. Прикольная штука какая-то. Он вообще какой-то игрок-компьютер. Смотрите, что у него на голове. Так, ну, что могу сказать? Очень много людей погибает на самом первом испытании. Хотя правила вроде бы простые. Красный свет стоим, зелёный бежим. Но всё равно никого это не останавливает. Они всё равно бегают. На красный. О, какая прикольная девчонка. У неё какой-то рот только странный. Ладно. Так, а на дерево можно залезть? Смотрите, кто-то залазит. Ой-ой-ой. С него главное не упасть. Потому что если упасть туда в игровую зону, то можно умереть. А здесь, кстати говоря, обратите внимание. Судя по тому, что пишут в чате, играют и американцы, и русские, и поляки. То есть игроки со всех стран. Вот. Ну, это что? Это любопытно на самом деле. О, да уж. Кстати, смотрите, ещё такой момент. Видите, чел, у него фиолетовый костюм. А у меня обычный такой голубой. Этот костюм можно купить за доллары, которые можно выиграть в этой игре. Я там заметил магазин этот. Я посмотрел, какие там костюмы. Они не очень дорогие. Если мы займём первое место и получим много-много денег, то, конечно, я обязательно поменяю себе костюм. Не буду бегать в таком, в котором бегают и другие. Также давайте откроем менюшку счёта. Здесь есть игрок какой-то с ником Олег. Он три раза уже выигрывал в этой игре в кальмара. Так, кто-то там вообще слишком долго тянет игру. А, нет, всё, закончилось. Вот. То есть он три раза уже выиграл. Это, конечно, не значит, что он победит четвёртый, но у него явно есть опыт. То есть, что я хочу сказать? Я хочу сказать то, что здесь есть... Вот он, кстати, этот Олег. Смотрите, у него даже костюм необычный. Я хочу сказать то, что здесь есть опытные игроки, с которыми состязаться, даже если мы дойдём до финальной игры, состязаться будет непросто. Потому что я ещё ни разу не выигрывал, но при этом я знаю, какие игры тут будут и что нужно делать. Вот. Как-то так. Так, ладно, всё. Первую игру мы с вами прошли. Сколько там всего денег? Тысяча долларов, нифига себе, 1155. Это очень много. 30 игроков осталось. Ну, вот я и говорил, выпадет больше половины. То есть мы начинали игру, когда было 75 игроков, а сейчас их уже 30. То есть, ну, половина отсеялась. Окей. Сейчас ещё, наверное, столько же отсеется на второй игре. Те, кто не смогут вырезать печеньку, те, конечно, погибнут. Бежим на вторую игру. Вот в этот портальчик. О, ну, слушайте, надеюсь, мне попадётся не какая-то сложная фигурка, как в тот раз, а то мне звёздочка попалась, её реально было сложно вырезать. Надеюсь, попадётся какой-нибудь треугольник или квадрат. Это самое простое, чем может быть. Ну, посмотрим. Вообще, кстати, интересно, какие там ещё фигуры есть. Может быть, там не только есть звёздочки. А, вот, наверное, вот что-то из этих. Зонтик ещё есть, смотрите. Нифига себе. Зонтик, кстати, тоже сложно будет вырезать. Наверное, звёздочка и зонтик самые сложные. Так, смотрим. Сейчас нам дадут печеньку, и мы будем её вырезать. Всех игроков поймали. Убежать не получится. Хотя мне в тот раз удалось. Ой, только бы не звёздочка и не зонтик. Давайте смотреть, что попадётся. Треугольник. Слушайте, ну, с треугольником я справлюсь. Давайте пробовать. Вот так вот рисуем. Аккуратненько. Рука не дрожит. Ну, хотя немножко, конечно, дрожит. Но в меру. Так, вроде получается. Ага. Ещё чуть-чуть. И одна сторона готова. Теперь давайте вторую сторону вырежем. Ничего сложного. Знаете, что мне интересно? Мне интересно, насколько это легко или же наоборот сложно вырезать, играя на телефоне. То есть я играю на компьютере. На компьютере... Ну, я не вижу здесь каких-то трудностей прям особых в этой фигуре. То есть просто веду мышку и таким образом аккуратненько и медленно вырезаю. Вот, готово. А вот интересно, как на телефонах. То есть, может, у них реально пальцы дрожат или как-то рука дёргается? Потому что смотрите, сколько человек погибло. Раз, два, три уже человека погибло. Кто ещё? Четыре вон там валяется. Но большинство, конечно, прошло. Но я же говорил, что многие отсеются. Многие на самом деле и отсеялись. Ой, да уж. Интересно. Так, сейчас будет третья игра. А третья игра — это у нас как раз-таки перетягивание каната, на которой я и запоролся в тот раз. Ну, я считаю, что перекидывать ответственность на других — это глупо. Говорить, что виновата команда — это, наверное, неправильно. Потому что я там сам выбивал не всегда десяточки. Вот. То есть если выбивать всегда десяточку, тогда да, можно сказать, что виновата команда. Надеюсь, сейчас мне достанутся игроки более-менее такие, которые ответственные, которые будут стараться изо всех сил. Потому что я тоже буду стараться изо всех сил. И мы перетянем чужую команду. Так, ну, получается, сколько игроков сейчас у нас? Двадцать игроков осталось. Ага, понял. Деньги увеличились? Да, смотрите, на триста долларов больше стало. Тысяча четыреста тридцать пять баксов дадут за победу тому, кто выиграет вот этот... Вообще все эти мини-игры. Окей, допустим. Так, семь секунд, и мы отправляемся на третью игру. Давайте, кстати... Не, наверное, пока ничего не буду писать в чат. Я думал, в чат что-нибудь написать ребятам. Так, открываются двери. Давайте-ка я попробую добежать. Самый первый, чисто ради принципа, просто ради интереса. А я уже, по-моему, не первый. Или нет? Ну, как бы один из первых, получается. Так, ага. Не, меня обгоняют почему-то. Наверное, за счет того, что они прыгают, я вообще третьим прибежал. Ладно, это не так важно, на самом деле. Давайте сейчас напишу. Я на YouTube снимаю. Вот так напишем. Старайтесь изо всех сил. Да, все. Нормально. То есть замотивировали ребят, чтобы они более активно все это... Слушайте, а это вниз туда можно упасть и умереть, получается. Ё-моё. Надо не прыгать. Короче, мы их замотивировали. Сейчас будем смотреть, в какой я команде. Так, я, по-моему... Не понимаю пока что. А, вот я в этой команде. Ну, хорошо. Так, надо максимум. Отлично. Готово. Блин, я не максимум выбиваю. Сейчас опять нас тянут вниз. Вот сейчас вроде неплохо получилось. О, сейчас вообще хорошо получилось. Блин, можно было и посильнее. Можно было еще раз посильнее. По-моему, они проигрывают. Они проигрывают. Вот смотрите, мы их просто перетянули вниз. Ну, выиграли по силе тянущести. Это очень круто было. Слушайте, ну, вот это меня уже нравится. Смотрите, осталось всего 9 игроков. Я один из этих 9 игроков. И сейчас будет четвертая игра. И все шансы занять первое место. Вау. Деньги, кстати, увеличились. Да, 1785 долларов за победу. Это очень много для Роблокса. Давайте похвалим наших ребят. Красавцы. Вот так вот напишем им. Блин, почему-то Роблокс шифрует сообщение. Хотя я тут ничего такого-то... Ничего такого и не написал. Красавцы. Вот так может быть. О, не, не пишется все равно. Молодцы. Молодцы, нормальное слово. Видимо, Роблокс к слову красавцы относится не очень. Так. Что можно им еще написать? Может быть, еще их как-то замотивируем? Кто... Нет. Сейчас будут шарики вроде. Шарики. Сейчас я объясню, что это за игра. Короче, смотрите. Сейчас должна быть игра Марблс. Марблс это шарики. На песке будет небольшое поле. И нужно будет выбивать шарики противника за это поле. Кто больше шарика выбьет, тот и победит. Сейчас я добегу. И, конечно же, вам покажу, что это за такой режим. В принципе, я сначала не понимал, как в него играть. А потом все стало понятно и достаточно просто. Так. Бежим на следующую игру. Все. Это у нас четвертая игра. Всего игр шесть. Какая пятая, шестая будет, я не знаю. Так. Вот мы как раз-таки, да, находимся на этом поле. Сейчас нам... Нас также схватят. И будут проводить игру по шарикам. Здесь вроде бы группы сейчас будут разделяться один против одного. То есть вот я. Вот мой оппонент. Вот. Мы, получается, один на один играем. Вот на поле лежат шарики. Видите? Вот эти. И мне нужно как можно больше шариков противника выбить за поле. Так. Я не знаю. Этот игрок опытный, неопытный? Вроде бы нет. Он ни разу не выигрывал. Так. А как я тут должен? Вот сюда, наверное. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Блин. Слушайте, сила удара достаточно слабая, чтобы выбить шарик. Ну, я не знаю, выиграю ли я или нет. Сейчас посмотрим. Так. Надо сразу приметить, какие шарики я могу еще выбивать. Что он делает? Он выстрелил в него. Как играть? Он не умеет просто играть. Ё-моё. То есть я так просто выиграл. Он, видимо, не туда, куда-то нажал. Либо он кинул шарик вообще не в поле. А, время, наверное, кончилось. Да. Он просто не кинул шарик. 10 секунд прошло. Его просто убили. Ё-моё. Блин. Жалко, на самом деле, что он не знал, как играть. Я-то знал, потому что я уже играл. Ну, и, в принципе, я слышу, что говорят по громкоговорителю, по-английски хоть. Но я при этом понимаю правила игры. Ну, ладно. Не знаю, честно это победа или нет. Но победа есть победа. Все-таки, сами понимаете. И сейчас у нас будет пятая игра. Что, кстати, тут у ребят? Что-то я не вижу. Давайте посмотрим, как они играют. Играет Люцифер. И уйдите, пожалуйста. Мы мешаем, кстати. Смотрите, реально. Мы загораживаем обзор. А они берут, специально прыгают. Вы что делаете? Зачем вы мешаете? Ого, ничего себе. Нормально он так закинул шарики. А это, кстати, последняя пара осталась, которая играет или нет? Или кто-то еще тут играет? Давайте посмотрим. Нет. О, кстати, вот этот чел умер. Нифига себе. Да вроде бы последняя пара, да. То есть сейчас они доигрывают. Кто из них выиграет, тот и остается. Давайте еще посмотрим. Блин, может реально им написать? Ребят, не мешайте. Ребят, не мешайте, пожалуйста, играть другим. Отойдите от платформы. Вон, кстати, чел даже пишет. Go away, please. Да-да-да, отойдите. Сейчас я напишу, что делать. Нужно шарики. Нужно чужие шарики выбивать за поле. Блин, уже поздно. Ё-моё. Еще некоторые слова шифруются. Я не смог ей объяснить. И вот этот американец Люцифер выиграл. Американец он потому что по-английски писал. А как играть вообще? Вообще у меня нет команд. Ну, то есть половина не знает, как играть на самом деле. Хотя, в принципе, правила объясняются. Вот. Ну, конечно, не все знают английский. И не совсем понимают. Но даже просто по интерфейсу можно было догадаться, что нужно было делать. Так, что-то у меня пролагнуло. То есть, видимо, что-то здесь прогрузилось. И, друзья, обратите внимание, осталось 5 человек. То есть, в принципе, еще больше шансов занять первое место. А сейчас будет пятая игра. Вот там я уже не знаю, что нужно делать. Я еще ни разу до туда не доходил. Но мы сейчас вместе с вами, конечно же, узнаем. Это все игроки, которые умерли. Те, которые остались, как бы вот тут нарисованы. У меня цифра 175. Неплохое число. Не сказал бы, что счастливое. Но и не сказал бы, что не счастливое. Так, отлично. Да. Думаю, все получится. Думаю, все будет нормально. 7 секунд. И мы с вами отправляемся на новую пятую игру. Америкосы. Смотрите, какое слово нехорошее написало. Ты что? Так, ладно. Он все равно тебя не понял. Так можно, кстати, сговориться против Америкоса. Сейчас я вам, кстати, напишу. Может, реально сговоримся против Америкоса, чтобы его как-то выпихнуть из игры. Сейчас посмотрим. Надо только добежать. Я еще не знаю, какая будет пятая игра. Но на всякий случай давайте напишем в чат. Сейчас, давайте. А, так мы уже загрузились. А, блин. Я понял теперь, какая игра будет. Не получится сговориться. Что, серьезно, что ли? Как мы это пройдем? Фига себе, сколько тут платформ, друзья. Мы сейчас все здесь проиграем. Короче, объясняю правила. Здесь стеклянные платформы. Но какие-то из платформ плохо закреплены. Вот эта вроде нормально закреплена. И нужно прыгать на каждую платформу. Короче, вот какие-то из этих платформ плохо закреплены. Соответственно, если мы на нее прыгнем, она может обвалиться. То есть нам нужно угадать, какая из платформ нормальная. Вот эта нормальная. Так, все отлично. Сюда прыгаем. Потом. Отлично. Просто шикарно. Я просто не допрыгнул. Серьезно. Этот чел тоже не допрыгнул. А как так вышло-то? Это тоже не допрыгнуло. Ё-моё. Как будто что-то с игрой. Почему я не допрыгнул? Ё-моё. Блин, так обидно. Она скользкая. Смотрите, что в итоге получилось. Один игрок остался. Она единственная, кто допрыгнула. И то, наверное, случайно. Ё-моё. Все попадали вниз. Они настолько скользкие. Это просто что-то с чем-то. Как будто это, знаете, не стекляшки, а льдышки. Но вы сами видели, две платформы уже провалились. И она остается одна. То есть она либо сейчас выиграет, либо тоже упадет вниз. Ей-то все равно нужно до конца бежать. А, все. Ну, вы видели все сами. Прекрасно. Я так понимаю, никто не выиграл. Если бы я знал, что они скользкие, я бы хотя бы с самого края прыгал. Блин, друзья, смотрите. Никто не выиграл. Ё-моё. Как такое вообще бывает? Присудили бы хотя бы победу ей. Но нет. Блин, ну, слушайте. Ну, интересно получилось на самом деле. Я теперь понял, какая пятая игра. Там еще остается шестая. Конечно, может быть, я еще поиграю в этот режим. Мы снова так же все это дело пройдем. Посмотрим и, возможно, выиграем. На этом, в принципе, пора заканчивать. Друзья, если вам понравился видеоролик, понравилось то, что я вам все не рассказывал, обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на канал, если еще не подписаны. И, конечно же, включите колокольчик. Ведь если вы включите колокольчик, вы не пропустите новые видеоролики, а мне тем самым очень сильно поможете в продвижении моего YouTube-канала. Что ж, на этом я с вами прощаюсь. Меня звали Лайтер. Всем хорошего настроения и пока!